На базе школы-сада номер 6 московского района города Бреста обучаются и развиваются свыше 560 детей младшего возраста. Всю эту шумную и веселую толпу необходимо ежедневно и несколько раз в день вкусно накормить разнообразными блюдами и при этом учесть пожелания ребят. Поэтому меню разрабатывается технологами на 10 дней вперед и тщательно продумывается. Закупаются качественные и свежие продукты и только затем повара воплощают в реальность кулинарный замысел. Такая глобальная задача сейчас, чтобы питание школьников было сбалансированное, было хорошее, было вкусное. Эта работа считается творческой. Если не вложить туда душу и творчество свое, даже умение какое-то, то есть это блюдо можно сделать по-разному. Можно сделать его плохо, а можно сделать его хорошо с душой. Для вас самая большая благодарность от целого ребят? Но самая большая благодарность – это когда они все съедают. И мы видим пустые тарелки, тогда это у нас большая благодарность. Аромат приготовленных блюд слышен уже на подходе к столовой. И, конечно, у каждого школьника сразу пробуждается здоровый аппетит. А сегодня на завтрак гречневая каша с котлетой и салатом. В обед будет борщ и пюре с рыбой. А наполнит пышные оладьи с яблоками. И все это вкусное изобилие для детей. Скажешь мне кое-что по секрету? Скажу. Ты свою котлету обычно съедаешь сам или отдаешь другу? Я съедаю сам, она вкусная. Почему школьнику очень важно правильно питаться? Чтобы быть сильным, быстро бегать. Еще чтобы желудок растягивался. А для чего желудок должен растягиваться? Ну, чтобы быть взрослым. Поварам школьной столовой и родителям крайне важно, чтобы пища для учеников была полезной, качественной, разнообразной, богатой белками. Ведь все мы знаем, что мозгу для полноценной работы нужно питательное вещество. Но даже если ребенок еще не учится, а посещат группу детского сада, его растущему организму не менее важны ценные калории, витамины для игр и правильного развития. Вот и завтрак подошел. Все дети, все за стол. Чтобы не было беды, вспомним правила еды. Сол на корень, приосту в столу. Всем приятного аппетита! Так, во второй младшей группе пролесочки ежедневно начинается завтрак. А все мы знаем, насколько важен именно утренний прием пищи для заряда бодрости на весь день. Дети на протяжении всего целого дня с 7.30 до 18.00 находятся в детском саду. Родители понимают, что в это время ребенок должен питаться. Поэтому для нас очень важно, чтобы дети в процессе дня были сыты, здоровы, накормлены. Чтобы у них были силы для того, чтобы заниматься и на физкультуре, и на музыке, и нашими занятиями внутри группы. Сил будет достаточно. Дети съедают все, ведь посуда любит чистоту. А стимулирует детишек конкурс, который проводят воспитатели. Любил свеклу, картошку. Я съел кашу и победил. В этом учреждении образования, как и во всех школах Бреста, понимают всю важность правильного питания. И педагоги, и повара работают в тандеме. А потому завтраки здесь готовят для бодрости и хорошего настроения. Обеды для стимулирования умственной деятельности. А полдники дают необходимую энергию на оставшийся день. Вопрос организации питания – это один из ключевых вопросов, одно из ключевых направлений в деятельности учреждения образования. В первую очередь, что правильное питание – это залог крепкого здоровья. Правильное питание – это средство снижения заболеваемости. Это залог успешного, гармоничного физического развития подрастающего поколения. Продолжение следует...